В предыдущей серии Лесой болван отправился в поисках упавшей летающей тарелки где-то в зимнем лесу Взял с собой пилу, чтобы отбиваться от мудаков Нашел предполагаемые следы тарелки, которые пытались списать на металлолом Проверил свою физическую акробатическую подготовку Насладился зимними лесными пейзажами И даже попытался установить сверст внеземным разумом Прием, прием, зеленые уебки с рожками, прием Чего-то немножко заплутал Шел-шел И пришел, короче В какую-то совсем дикую ебатню Сейчас мне уже немножко не по себе становится Здесь связи вообще нет Ни одной палочки Карта у меня не хочет прогружаться Походу придется экспериментировать с ориентированием Небо затянуто, даже если дождаться ночи Звезд не будет видно, я по ним не смогу особо ничего нормально замутить Два банда Это они в тапки сирали Пока спускался оттуда, похоже у меня настигла лавина Я еле выужился Опа, еще следы вижу По-моему, достаточно свежие Или припорошенные Блядь, да это какие-то мощные следы Ни кабан, ни ли Нахрен Я же не охотник, не охотится, приперся Да с инопланетянами я собрался пиздиться ножовкой С кабаном я не буду даже бодаться Нахуй надо Немножко не по себе становится Смотрите, какие следы Напишите в комментариях Что это может быть Вон еще Вот такое Такая нога Вы коры мочите Больше, чем у меня Я не пойду по этим следам Нахуй это надо Я еще слишком молод Птички, на На, на, гули-гули Как этого чувака зовут? Кто помнит? Кто видел этот видос? Ты чувак кормушку делал Под пивас Ах, выебись Это респект Птички надо уважать Они зебские Я тоже им заказал на озоне семечки Они не жареные, специальные Потому что птиц надо кормить А не жареными, специальными Чтобы холестерин у птичек не вырабатывалось И они не были как Пого Из мультсериала Эзнаш семья Мне двойной чизбургер А еще картошку Сраные киевсишники Не положили мне куриную печеньку О, блядь, вот она Чукова, брат Фабанда Я спешу вас обрадовать У меня хорошие новости Не то, чтобы я наткнулся на этих царатых инопланетян Но я нашел просто ебейшее место Где можно устроить наш лагерь И тут немножко пошароебился Это дало свои плоды Там очень классно и удобно Наклонено Шматок Кусок Я Дерево Оно как бы И на возвышении Не в низине То есть Возможно Нас волной не смоет весной Видок Заебательский Короче То, что нужно Я думаю Сейчас начнем Расчищать снег Займемся навесом Костричи сделаем Где будем Готовить жрачку Ночью Начнем Наверное С расчистки снега Да что ты будешь делать Ебучее выживание Ебучие инопланетяне Тропа конечно Хуевская Однозначно Да что ты Блядь Сука Я уже весь Выебся Вот те путешествия Мать Так ладно Короче Братва Расчистили Ебучие инопланетяне Вообще Охуели Я их в игнор кину Взяли женский голос И кидают Такую замануху Я решил на время Скинуть свою Фуфайку Потому что я чувствую Повышение температуры И начинаю потеть Таким исходом Очень легко Подхватить пневмонию Надо слетить Своим температурным режимом Чтобы не допускать Чтобы одежда Намакала От пота Я точно знаю Что нам необходимо Сделать сушилку Для одежды И обуви Но начнем мы Наверное с кострича Меня не покидает Это чувство Что за мной Наблюдают Эти зеленые Мазафакеры Из того Что поднялась температура Мои сухие ветки Начинают мокнуть Но это ничего страшного Потому что У нас же есть с собой Ракетное топливо Я не собираюсь Им заправлять Летающую тарелку Я думаю Сделать небольшой Фаер шоу Для пикничка Сечешь о чем я? Опа Слышите как щелкает Это значит Сухая древесина То что нам нужно Ну-ка не шурши тут Листочка меня хочет высадить Так она не хочет Так ладно Я считаю Для начала нам этого будет достаточно Смотрите У меня начался Народная болезнь Она называется Паркинсон Но я знаю Как с ней справиться На раз-два Во-первых Надо Холодные замерзшие Перчатки снять Дальше нам понадобится Волшебный исцеляющий нектар На все случаи жизни Который я вам категорически Не советую Пробовать на своей шкуре Лесной болван Охуительный звук А Петер Рассенпис Бро Обратно оденусь Я не настолько матерый хуй плет Чтобы вспотевшим мокрым В зимнем лесу выживать В польских инопланетях Потел как сука Чо кого братва банда Я думаю настал тот момент Когда уже пора поделиться Своими планами Насчет постройки укрытия Каким я вижу его в своей голове Я решил Взять за основу толстую балку Которая будет над головой От нее и начинаем плясать Здесь треугольником Нам нужны две поперечины И продолжение К основанию главной палки Потом берем нашу Лесочку Наматываем Сеточку Захуячиваем все стрейчиком И будет топчик Я предлагаю Долго не трепать языком А отправляться В поисках этих старатых Балок Мне кажется Вот эта ветка Нам отлично подойдет Здесь видите Начинается уже Расслоение веток Поэтому Когда вот здесь Сразу походу Ебнуть Сухая древесина Охуительно пилится Напишите в комментариях Повезет ли мне И я смогу Оторвать эту палку Или придется Залазить туда Нахрен И делать Чунгачанские движения Сейчас я вам покажу Свой один из Любимых Приемчиков Которым я научился Когда Занимался Рестлингом В 80-х годах В Калифорнии Я думаю Его вполне Можно применить На инопланетянах Нехило, да? Неплохо Короче Ни хер Оху Походу Походу Плентяне Заколдовали Это дерево Суки И он Меня хочет Покалечить 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 Я не знаю Покалечить Покалечить Подоснования Покалечить Выдают Они по нему Испалят Я даже Сейчас Не хочу Ходить Как Мудак По кустам Чтоб на меня Пальцем Показали И говорили Что я Белочку Пойму Я их ночью Сцапаю На раз Два Попомните Мои слова Ну Вот Че-то Типа того Я решил Уже Кайфануть Немножко Примериться Готово Че братва банда Нужна еще одна балка Поперечина И можно начинать Связывать Для нижней части Подойдет даже Какая нибудь Уебищная Ничего страшного Нашел Уебищная Да не уебищная Подойдет Какая то она Кривоватая Мне это не особо Нравится Еще пока не забыл Дорогие друзья Хочу вам сразу Показать Одну интересную Находку В лесу Смотрите Сейчас фокус Поймаем Вот такую Ебаторию Нашел Она тоже Отлично Подойдет Для растопки Имейте ввиду Вообще Похоже На какого-то Персонажа С длинными Волосами Я буду Как изгоя У меня будет Свой Уилсон Назову Наверное По-другому Не Уилсон Напишите В комментариях Как мне назвать Своего Уилсона Самый классный вариант Мы используем В следующем видео Семь раз Отмерь Один раз Отрежь Четко Упогащение Дыня В задней Он уже подкрепился Нектаром Или не надо Уже Сейчас начнем В местах стыковок Укреплять Все Плетеночкой Я совсем забыл Про физические Упражнения Ладно Хуй с ним Не будем отвлекаться На эти Упражнения Пока что Пока не до этого Еще Я предполагаю Что вот этой Хуйней Получится Что-нибудь Сделать Иначе Зачем она Вообще Нужна Кто придумал Тряпочную Изоленту Для чего Она нужна Ну и че Она не крепкая Даже Че это за хуйня Ай Пизду Для костра Она нужна Так Ну что Дорогие друзья Приступим К обмотке Укреплению Нашего укрытия Укрытия Укрепления Узбекистан Уфанет Урал Умницы Ухта Утка Видите Какой у меня Охуительный Словарный Запас В голове Потому что Нужно много Читать книг Здесь мы будем Использовать Очень Важный Крутой И охренительный Морской узел Который называется Удавка Восемь тысяч Нужно Просунуть Вот здесь Присунуть Вот здесь Всувать Вот тут Перекрещивать Срастать Конец Не марать И вот так Его оставлять Чтобы в конце К нему Присраться Эта ебатория Даже нитку Не может Отрезать Да пиздец До сих пор Не рвется Вот же Вот же Хуякси готово Ну что дорогие друзья Готово 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 Узлы везде Разные Я экспериментирую Со стилем И учусь На своих ошибках На данный момент Вот такая Вот у нас Ебатория Получилась Теперь нам Необходимо Плетенкой Сделать Сеточку С двух сторон И начать Стретшем Обрабатывать Покрытие И будет Охуеть Вот мы Ко второй серии Выживания Наконец-таки И проголодались Я предлагаю В этой серии Подкрепиться Немножко Морепродуктами Блять Напишите В комментариях Речная рыба Считается Морепродуктами Или я Хуйню Пизданул Короче Отправляемся На рыбалочку Надеюсь Инопланетяне Не спитят Мой рюкзак Давайте Двигаемся В сторону Водоема Прилет Летающей тарелки Оставил Свои Отпечатки На поверхности Нашей земли Обратите Внимание Где гладь воды Появились Вкрапления Это радиационное Поле Мне кажется Рыба Которая Под водой Она К сожалению Погибла Благодаря Вот этим Инопланетянским Штучкам Преодолела Лед И сейчас Находится Где-то В толще Снега И нам Что остается Только Засунуть Туда Вот эту Бомжарскую Грязную Ободранную Культяпку И доставать Добычу Улов Я был бы Не кумыс Если бы Начал спуск К воде Без экстремальной Замоноги Давайте не будем Нарушать эту Традицию Братва Банда Она мне Очень приглянулась Она мне Очень близка По духу Вот там Фак Смотрите Это что за Херня Смотрите Дорогие друзья Когда ориентируетесь По зимним Следам Животных Смотрите Какое расстояние Это не Рок-н-ролл Это я показываю Расстояние Если моими Шагами Померить Ну это Примерно Метр Вы представляете Метровые Шаги Да какой здесь Зверь Пробегал Так смотрите Водоем Напланетяне Ебнулись Что-то с радиацией Космическая Какая-то Хуйнюшка Имеет место быть Я предполагаю Что рыба Находится Где-то Здесь Под снегом Смотрите Вот моя Культяпка Ничего нету Приступаем К рыбалке Вот зараза Нету Я как бы И не предполагал Что с первого Раза У меня получится Давайте попробуем Чуть левее Охуеть Я же говорил Вот она Вот она Рыба Моей мечты Похоже Это стерлядь Одной рыбкой Не полакимешься Давайте пока Положим добычу Вот сюда Опа Опа Ха-ха Да-да Я понимаю Мы пикничок Устроим Да Опа Да Да Вот это Я понимаю Уловчик Братва Бан Вы только Зацените Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь рыбок поймал Стерлядь или как Я не знаю Короче Добычу сейчас складываем Пиздуем обратно в лагерь Пока не стемнело У нас есть еще важные дела Смотрите Если Увидите Подобное место В своем регионе В своей локации Знайте Здесь происходила Рыбная ловля По методу Кумысыча Повезло Инопланетян не было Никого не было Рюкзак не спиздили Все на месте Ой Не хотела я Братва Банда Так рано Разводить костер Надо немножко Подогреться Просушиться Подкрепимся рыбкой Возможно Ее даже не будем жарить Попробуем В китайско-японском стиле Как суши Сырая рыба Туалетной бумаги С собой нет Это не страшно Я в своих экспедициях Обычно использую Кусок футболки Носок Что-нибудь в этом духе Ну что Дорогие друзья Вот и настало Мое любимое Время дня Это обед Сейчас мы устроим Небольшой пикничок Подкрепимся рыбкой Которую поймали Также у меня есть С собой хлебушек Я его взял из дома По классике Начинаем свою трапезу С оператива С оператива В данном случае Выступает Легендарный Нектар Для синей дыни Соку Хуль Я хочу Обратить ваше внимание Что наш канал Сильно отличается От других Выживальщиков Которые Что-то там Дрочат Свои искорки Корчат из себя Индейцев У нас сегодня Другая ситуация Мы пошли искать Инопланетян Взяли с собой Ракетного топлива Чтобы заправить их И они съебались отсюда Но Инопланетян пока нету Я предлагаю Взять какую-то часть Ракетного топлива Для костра Я не знаю Какая там Консистенция Этого ракетного топлива Не мощнее Чем 92-й Какой-нибудь Бензин Вы представляете Если это Какой-нибудь 150-й Или керосин Или что Тут вообще Сейчас Может произойти Апокалипсис На Я надеюсь Такого не будет Я Черный дым Она коптит Так можно Угореть Блядь Ну и вой Присуем К этому Лакомству Я честно Говоря Не знаю Надо ли Оттуда Убирать Кишки Там Вот эту Всю хуйню Глаза Глаза Нет Глаза По-моему И так Деликатесом Считается Слушайте А достаточно Неплохо Честно Говоря Я люблю Азиатскую Кухню Острую Ебатню Но это Действительно Лакомство Получается Это не просто Прием пищи Не просто Обед Соловка Сейчас Главное На кишки Не нарваться Смотрите Какая Ебатория Если бы Изначально Вам Вот так Вот показал Можно Было Сказать Что Это Какая Неизвестная Хуетация С глубин Морских Морей Жак Ип Кусто Был бы Доволен Если Был бы Жив Земля Им Пуха Вкусненько Вкусненько Уже Какие Блять Необычные Ощущения В животе Ощущаю Надеюсь Не Ампендицит Ампендицит Не можешь От сырой Рыбы Так Быстро Пиздануть Я предлагаю Долго Не трепать Языком А продолжить Постройку Нашего укрытия Продолжаем Дорогие Друзья Берем Плетеночку И начинаем Ее наматывать Из угла В угол Это Должно Быть Основанием Для Стрейдж Пленки В конце Серии Вы поймете Почему Это Друзья Настало Время Использовать Вот эту Еба Торию Пока Мы ее Не размотали Я предлагаю Сделать Приветственный Гимн Какой Нибудь Мазафакер Например Инопланетяна Эй Вы Инопланетяне Мы вас Не звали Вы Кто Такие Идите Наха Я предлагаю Долго Не отрепать Языком И начать Заматывать Эту Херотень По бокам Чтобы уже Почувствовать Себе В безопасности В настоящем Мать его Укрытии Честно говоря В душе Не ебу Как ей пользоваться Но Я думаю Сейчас Разберемся Так Начало Положено Это уже Хорошо Давайте Мотать Рулон Туда А Блядь Нет Я Выпся Ну что Дорогие Друзья Я Все Таки Доебал Этот Рулон Стрейча Вот Что У нас Получилось Я Конечно Ожидал От этого Укрытия Большего Но Я думаю Для Сегодняшней Серии Будет Достаточно В следующей Серии Мы Обязательно Займемся Проблемными Местами И сделаем Просто Пушечку На данный Момент Что мы Имеем Балки Ниточки Хуиточки От которых Нету Толка Замотана Стрейчем Яичные Осадки Не буду Попадать Но Изнутри К сожалению Смотрите Что получается Какая-то Ебатория Я думаю Что ниточки Надо было Делать В конце В самом То есть В следующей Серии Мы Протянем Ниточки Туда-сюда Туда-сюда Сделаем Натяжение И всякой Вот этой Висюльки Уже Не будет Самое главное Что мы Будем В безопасности От осадков От диких Зверей И от Се Этой Ебатории Я Безгранично Рад Что ты Досмотрел Эту серию До конца Обязательно Напиши Какую-нибудь Ебатню В комментариях Поставь лайк И подпишись На канал Если ты Этого Еще не сделал Подпишись И удивись Все будет Заебись Бам Бам Я желаю тебе Крепкого здоровья Счастья Успехов Спасибо За просмотр До скорых встреч Чао Какао Молодежь Тупые Земляне Мусорят В лесу Пошел ты Марсианин Это Уличная Магия Хуя Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Продолжение следует...